Здравствуйте. Спасибо всем, что пришли. Я надеялся, что у нас будет... Думаю, он достоин такой аудитории, но я не знал, получится ли. К тому же за такое короткое время. В понедельник было зарегистрировано 18 или 22 человека, а только за сегодня 20. Рад, что пришли. Меня зовут Керри Линде, я занимаюсь семейным правом, помогаю детям видеться с родителями. По статистике это означает, что я чаще помогаю отцам, но иногда я материал. Пару лет назад мой клиент, у которого была проблема с отчуждением родителя, тогда я не знал, что это, дал мне книгу «Синдром отчуждения родителя», написанную доктором Ричардом Гарднером. Почти год назад у меня снова было такое дело. Клиент спросил о нем, и я попросил участие доктора Гарднера, и он участвует в этом деле. Пару недель назад я был в Детройте на международной конференции отцов и детей, где по совпадению доктор Гарднер читал лекцию на полдня. После я подошел к нему и спросил, можете укоротить вдвое и приехать в Ванкулер? Он сказал, конечно, и вот он здесь. Сегодня и помещение, и еда, и видеозапись организованы новым сообществом – дети. «Дети и развод», которое было создано для продвижения информации и законов о концепции совместного родительства, особенно для пробных дел такого рода в судах. Это первое событие из образовательной серии. Надеемся, будет и продолжение. Думаю, предмет встречи очень интересный. Мне звонил адвокат из Нанаймо. Не знаю, где они об этом узнали, так как я объявлял только в Ванкувере. Сказал, что у них восемнадцать человек хотят приехать. Здесь есть кто-нибудь оттуда? Вы? Где остальные? Как я говорил, семнадцать остальных, у них возникли проблемы с участием. Очень мало времени, но очень много интереса. Я признателен. Спасибо, что приехали. У нас ведется запись, организовали в последний момент, она будет доступна всем желающим. Дайте мне месяц, и я разошлю. Я раздал папку с материалами. На последней странице самый серьезный случай, какой я нашел в Канаде. Джонсон Альберто. Около года назад. Судья забрал восьмилетнего мальчика у одного родителя и отдал другому. Строгий подход, который для соответствующих случаев и поддерживает доктор Гарднер. В Канаде был отчет психолога, полпараграфа пятнадцать, и он говорил о докторе Гарднере. Судя по тексту, речь шла и о книге, так как судья говорил, что это в случае классический по учебнику Гарднера. Так что его имя начинают встречаться и в таких делах. Здесь же статья Гленна Картрайта. Это доктор психологии преподает в МакГилл. У него есть сайт. Когда мы последний раз общались с ним, доктор Картрайт сказал, что не готов участвовать в судебных делах, не могу сказать почему, но он очень хорошо понимает и поддерживает эту тему. Также страница о паре книг и статьях. На моем сайте больше десятка ссылок. Есть три книги по теме. Оригинальная книга доктора Гарднера, которая уже переиздана, впервые вышла в 1992 году. Отличная книга двух авторов, изданная Аба. Она чуть старше, ее можно заказать через форму или на Амазон. Только что вышла книга психолога из Огайо доктора Дарнелла «Жертвы развода». Она ОПАС, но написана для родителей. Ричард Воршак, психолог из Техаса, сообщил, что у него тоже выходит книга и тоже для родителей. Кроме того, три страницы с сайта доктора Гарднера, краткий синопсис ПАС, приложение к моим комментариям о статьях, описание пары дел в США и пары в Канаде, где использовались эти материалы и где участвовал Гарднер, аттестованная статья о сексуальном абьюзе и некоторые его книги. С этим все. Идея на сегодня такая. Он говорит час-полтора, потом перерыв, там есть сэндвичи, возвращаетесь, начинаются вопросы и ответы – сколько нужно, хоть до полуночи. Теперь очень кратко о докторе Гарднере. Он психиатр, учился в Колумбийском университете и еще во многих местах. Это одна из замечательных вещей, которые можно прочитать, стоя перед судьей. А вот кто мой эксперт. Он сделал массу всего по всему миру – в России, в Германии и книги написал. Он достаточно давно в науке, выглядит и говорит очень строго, но у него есть другая сторона – огромный репертуар шуток. Так что, если когда наймете его, потратьте вечер на это. Итак, без лишних церемоний, доктор Ричард Гарднер. Очень приятно быть здесь. Благодарю, что за такое короткое время приехало так много людей и издалека, чтобы встретиться со мной. Надеюсь, что, выслушав меня, вы уедете с чувством, что оно того стоило. Для начала позвольте спрошу, чтобы понять, кто в аудитории. Кто из вас адвокаты? Судьи? Судьи нет. Несколько. Психологи, психиатры, социальные работники, специалисты по терапии, семейной терапии, семейные консультанты. Кого пропустил? Религиозные консультанты, медсестры. То есть, в основном адвокаты. Отец пострадавший. Так. Я буду говорить о ПАС, жертвах индоктринации ПАС, а также об обычном абьюзе и его жертвах. Кто-то еще поднимал руку категории, которую пропустил? Также отец. Я сделаю два доклада. Сожму то, что заняло полдня в Детройте. Первый будет о ПАС в общем, второй – о разнице между ПАС и обычным абьюзом. Это важная тема и важность растет. Что касается моего опыта и как я пришел к ПАС. Я учился в конце пятидесятых. В начале шестидесятых начал практику. И поскольку я детский психиатр, у меня был определенный опыт и интересная судебная работа, я начал участвовать в спорах о разделе детей и так пришел к этой теме. Между началом шестидесятых и началом восьмидесятых я много работал в спорах о детях. Но в начале восьмидесятых я начал наблюдать новый феномен. Я видел детей, которых, как я думал, запрограммировали. Они участвовали в кампаниях очернения, и чаще, конечно, эта мать дала кампанию против отца. Сначала я думал, что это программирование, и что родитель пытался усилить свою позицию в споре о детях. Но потом было несколько случаев, после которых я засомневался насчет программирования. Например, помню одного мальчика в начале восьмидесятых. Там был спор о ребенке. Мать позвонила мне и сказала, что, к сожалению, должна отменить нашу следующую встречу через два дня. У моего мужа умер отец, и мы пойдем на похороны. Я спросил, что случилось? Ну, он был старик, под 90 лет, умер от осложнений из-за старости. Мальчик приходит на следующую встречу с мамой. Я говорю, мне очень жаль, что твой дедушка умер. Он сказал... Наверное, она сказала, что он умер? Да. Он не умер. Его убили. Я говорю, кто убил? Мой отец. Разве дедушка был не в больнице? Я думал, он умер от старости, ему уже было восемьдесят восемь. Он не умер. Его убил мой отец. Я говорю, как это возможно в больнице? Он проник, это семилетний ребенок говорит, он проник ночью, когда доктора и сестры не смотрели, и отравил его. Я спросил мать, что вы об этом думаете? Она говорит, ну, не думаю, что это было на самом деле, но я бы не удивился, он сукин сын. Видите, вы смеетесь, и это данные. Это смехотворно, но это данные. Откуда у ребенка такой сценарий? Мать поддерживает частично? Это вопросы, на которые важно ответить, чтобы понять, что происходит, включая смех. Тогда я начал понимать, что ПАС не так прост. Я тогда не называл это ПАС. Я думал, что имею дело с простым программированием. Думал, что ребенок просто присоединяется к победителю-алилинатору и вносит в свои собственные сценарии, дополняющие программатора. Потом я решил, что не могу больше назвать этот феномен программированием или промыванием мозгов. Нужно было дать название, которое охватывало бы оба этих слагаемых. И я ввел термин «синдром отчуждение родителя». Я четко обозначил в самом начале, что это именно комбинация двух факторов. Позже я расскажу, что я выяснил, почему ребенок сам участвует. Я также использую термин «синдром». По определению в медицине синдром – это набор симптомов, которым можно дать имя или рубрику, объединяющую симптомы, так как, несмотря на то, что они различны, у них есть общая причина, общая идеология, нечто, что сводит их вместе. Они не просто случайно выбраны и собраны вместе. Синдром Дауна – это пример. Отставание в умственном развитии, черты лица, висящая губа, лицо имеет черты азиата, отсюда термин «монголоид», раньше это называлось «монголый идиот», в те времена, когда слово «идиот» не было оскорбительным. Также у них определенная конфигурация ладоней и линий, укороченные пальцы и другие симптомы, которые не выглядят связанными. Что это за набор? Но теперь мы знаем, что это генетический дефект, который вызывает все эти несвязанные симптомы. ПАС – это синдром, рубрика, потому что он единообразно и постоянно объединяет примерно восемь симптомов. И вот что я сделаю. Я буду использовать этот лист как основу доклада. Две страницы. Первая – дифференциальная диагностика трех типов ПАС. На странице с диагнозами первичные проявления симптоматики. Первый – кампания очернения. Ребенок поглощен кампанией очернения отчужденного родителя. Термин, который я использую, с некоторыми исключениями, из последнего издания моей книги, УПАС. Я использую термин «отчуждающий родитель», чтобы не было проблем с ярлыками сексизма, так как чаще отчуждающие матери, а не отцы. Если сказать «мать», то последует критика. Есть и отцы. Из моего опыта 10-15% отчуждающих – отцы, а жертвы – матери. Так что термины «отчуждающий родитель», «программирующий родитель», «родитель индуктор ПАС», «аллиенатор». Другого родителя я называю «отчужденный родитель», «родитель жертва», «родитель мишень», «очерненный родитель». Вот основные термины, используемые в литературе для обозначения родителей. Итак, о компании «очернение». Я его ненавижу. Обычно в ситуации, когда жертва не занималась абьюзом, ненависть невозможно оправдать. Это не значит, что родитель является лучшим родителем года. Но перед проявлением синдрома родитель был разумно хорошим, любящим и преданным. Не кем-то, кто вдруг стал достоин такого очернения. Между прочим, по определению, это синдром, проявляющийся в контексте спора о детях. Я не видел его в других местах. Если мы говорим об очернении в других ситуациях, обычно ПАС там неприменим. И он также неприменим, если имеется обычный абьюз. Когда есть обычный абьюз, то отчуждение оправдано, и диагноз ПАС неприменим. Иногда все не так просто. Есть и какой-то абьюз, и они смешиваются. Но мы говорим только о первом типе. Во втором докладе поговорим об осложнениях. Это обычный подход при расширении области знания. Компания имеет слабые, фривольные или абсурдные оправдания от чернения. Почему ты ненавидишь отца? Просто ненавижу, ненавижу, ненавижу. Когда ненавидишь, нужна причина, так почему? Ну, не приходя в голову, скажу в следующий раз. У нас есть время, подумай, не торопись. Ну, когда он жил с нами, то жевал слишком громко. Это причина для ненависти? Да, ненавижу его, жует громко. А еще почему? Он говорил, не перерывай меня. Каждый родитель в мире говорит, не перерывай. Да, но он говорил слишком часто. Целые списки слабых оправданий. Я говорю, это причина, почему ты больше не хочешь его никогда видеть? Да, поэтому. Говорю матери, как вам эти причины, которые он называет? Я уважаю своего ребенка. Если он так чувствует, я уважаю это. То есть рефлекторная поддержка, неважно какого абсурда. Недостаток равновесия восприятия. Спросите любого ребенка. Расскажи о маме и папе. Назови, что тебе нравится в маме, что не нравится, что нравится в папе, что не нравится в папе. От любых детей вы получите большой список. Даже у детей с патологиями. У этих детей все иначе. У матери все положительное, у алиенатора нет негатива. Ты хочешь сказать, что за всю жизнь мать не сделала ничего, что тебе не понравилось? Нет, никогда. За всю жизнь отец не сделал ничего, что тебе понравилось? Нет, никогда. А что, перед телевизором надо сделать уроки? Нет, нет, нет. Она позволяет делать все, что захочу. Отец ни одной положительной строчки. Ничего не может назвать. За всю жизнь отец не сделал ничего, что тебе понравилось? Нет, никогда. Как насчет этих фотографий из Диснейленда? Похоже, вам было хорошо. Вы улыбаетесь. Вот ты с Дональдом Даком. Это он сказал мне улыбнуться. Я не улыбался. Он меня ударил. Я ненавидел каждую минуту того отпуска. Я поехал только потому, что он заставил. То есть, история переписана, чтобы компанию можно было поддерживать. Только негатив. Ничего позитивного об отце. Вот такое отсутствие равновесия – один из симптомов. феномен независимо мыслящего. Ребенок заявляет, что эти идеи его собственные и что никакого влияния нет. И это часть программирования, когда мать говорит, что это его собственные идеи. К слову, все примеры из моего личного опыта. У меня недостаточно креативности, чтобы выдумать такое. В книге сотни примеров. Сотни и сотни. Я просто не смог бы придумать столько. Некоторые просто гениальны. Так, скажи мне, скажи мне правду, эта мать говорит. Ты хочешь увидеть отца? Я не знаю. Если не хочешь увидеть отца, просто скажи мне. Скажи мне, я тебя защищу от этого. Если не хочешь его видеть. Если мне нужно будет пойти к адвокату, чтобы защитить тебя, мы получим защиту для тебя. Если нам нужно будет дойти до Верховного суда США, чтобы защитить тебя от встреч с ним, мы сделаем это. Скажи мне, ты хочешь увидеть отца? Нет, не хочу увидеть. Видите, доктор, он не хочет видеть отца. И это он сам сказал. Это независимо мыслящий. И потом ребенок говорит, я не хочу видеть отца. Он получил месседж и прочие месседжи, что он настолько опасен, что от него нужна защита. Возможно, нам понадобятся адвокаты. Возможно, пойдем в Верховный суд, чтобы защитить тебя от встреч с ним. И ребенок заявляет, что это его мнение. Но, конечно, на самом деле это желание алиенатора. Если интервьюер спросит, эта идея не от кого-то другого, ребенок однозначно будет защищать алиенатора от критики. Рефлексивная поддержка алиенатора в родительском конфликте. Неважно, насколько много доказательств вины жертвы, критика жертвы не оправдана. И будет рефлексивная поддержка алиенатора. Почему ты не хочешь видеть отца? Почему ненавидишь? Он бил маму. Ты когда-нибудь видел, как он бил маму? Нет. Когда-нибудь слышал, как он ее бил? Не думаю. Как-то слышал какой-то шум, не знаю. Откуда ты знаешь, что он бил ее? Мама сказала, что он ее бьет. Твой отец говорит, что не бил ее? Я верю маме, она мне не соврет. А отец? Он полный врун. Приведи пример. Он сказал, что не бил маму, и он соврал. А еще пример. Не приходит в голову, скажу в следующий раз. Так что вот такая рефлексивная поддержка. Мать говорит ребенку, что они на грани смерти, а отец не дает денег. Ненавижу его, потому что денег не дает. Отец говорит, что дает деньги, есть чеки, он отправляет маме деньги. Что думаешь? Это подделки. Такая вот абсурдная рационализация в поддержку алиенатора. Отсутствие чувства вины. Зачем ребенку чувствовать вину? Алиенатор поддерживает психопатическое поведение. Плюет лицо жертвы, говорит самое грязное ругательство при полной поддержке алиенатора. Поясни мне кое-что. Ты говоришь, что никогда не хочешь видеть отца, даже если проживешь тысячу лет? Да. Ты так же говоришь, что хочешь, чтобы он оплатил тебе частный колледж и институт? Да. Почему? Думаешь это честно? Да, честно по отношению к нему. Почему? Потому что он подлый, ненавижу его, он заслужил за то, что он творил дома. Что, например? Ну, он однажды обещал садить меня в зоопарк, но не сделал, соврал. Я слышал об этом? Я так понял, в тот день шел снег, сильный снег, и никого не было в зоопарке. Все равно он, лжец, должен был отвезти меня в зоопарк. Поэтому ты не хочешь его видеть? Да, поэтому не хочу видеть. И поэтому он должен заплатить деньги, он заслужил. Плюнуть в лицо, обозвать и без чувства вины, потому что программатор поддерживает психопатическое поведение. Феномен заимствованных сценариев. Видим в собственных сценариях ребенка использование терминологии, не соответствующей возрасту. И понятно, откуда она. Четырехлетний ребенок. Отец звонит. Сейчас с ним нельзя говорить, он только пришел из школы, переодевается и идет гулять. Сейчас нельзя, он ушел играть. Сейчас нельзя, готовимся к ужину. Мы ужинаем, имей уважение, у нас ужин. Только что закончил делать уроки, смотрит телевизор. Готовимся ложиться спать, спит. Клик, клик, клик. Прикрати нас изводить, хватит звонить, хватит изводить, изводить. Почему ты не хочешь увидеть отца, четырехлетний ребенок? Он нас изводит, поэтому не хочу. Почему ты не хочешь увидеть отца, четырехлетняя девочка? Он меня пенетрировал. Пенетрировал? Что это значит? Простите у мамы, она сказала, что папа пенетрировал меня. В случае обвинения в сексуальном абьюзе, это ядерная бомба. Когда я хожу к нему, у меня сепарационное тревожное расстройство. Четырехлетний ребенок. Что это такое? Когда я хожу к нему, мне снятся плохие сны. У него плохие, у мамы не бывает. Какие, например? Приведи пример плохого сна в доме отца. Я забыл, мама расскажет. Так что, видите, заимствованные сценарии внедряются в компанию ребенка. Распространение враждебности на прочих членов семьи. Так что бабушка, дедушка, дядя, тети, с которыми раньше были теплые отношения, вдруг отвергаются. Я не хочу говорить с тобой, бабушка. Ненавижу тебя. Клик. Подарки, открытки твоей родной родни, и все родни вдруг становятся ядовитыми. Алинатор, похоже, след к последствиям отстранения ребенка от семейной сети. Вот такой набор, кажется, исчерпывающий. Не всегда наблюдаются все симптомы, но обычно в средних и тяжелых случаях они видны. Может быть и больше, можно добавлять свои собственные, но эти восемь – главные симптомы ПАС. На распечатке есть три типа, и чем они отличаются. Очень важно во время обследования получить эту информацию, чтобы понять, в какую категорию попадает. В разных категориях нужны совершенно разные подходы для психологов и юристов. Если диагноз поставлен неправильно, то не будет правильного лечения. Принцип, что диагноз должен идти перед лечением, обычно не поддерживается психологами, поскольку они не в медицине. Вы не пойдете к доктору, который не ставит диагноз, а просто назначает лечение без необходимой оценки состояния. Но суды назначают меры, пока выясняется, был ли сексуальный абьюз. Что вы лечите? Что вы делаете с ребенком, если не знаете, был абьюз или нет? В настоящий момент тысячи детей находятся на терапии по всей Северной Америке, Европе, западной, не восточной. Терапия идет, пока ожидается решение суда, после которого будет диагноз. Сумасшедшая система во многих смыслах. Так что нужно поставить диагноз, и тип очень важен. По нему даются рекомендации суду, как подходить к проблеме. Теперь ниже, посмотрим на список. Компания минимальна в легких случаях. В средних – средняя, но визиты все еще возможны. Проблемы в момент передачи – это самое главное. Под черной линией чрезвычайно важны для категоризации. В минимальном случае ребенок согласен, хоть и критикует, но потом затихает. В среднем большие проблемы в момент передачи, особенно если присутствует оба родителя и есть конфликт. В тяжелом ребенка невозможно заставить. Там параноидальная маниакальная система. Ребенок боится, что его убьют или отравят. Леденящие крики. Ребенок может выпрыгнуть в окно, выбежать на улицу. И может быть опасно принуждать его к визитам в таком случае. Там паника и, в общем, невозможно. Это важный момент в различении трех типов. Также в высшей линии довольно очевидны симптомы, а ниже – много более важных критериев. Поведение во время визитов – в целом хорошее в легком случае. В среднем при сближении есть проблема перехода. Обычно, когда родитель выводит ребенка из дома, ребенок успокаивается за какое-то время. Находясь с жертвой, ребенок может периодически спохватываться и продолжать кампанию очернения. Поступает звонок от алиенатора, и это может быть спусковым механизмом. «Ой, я забыл!» – и шквал снова начинается. Алиенатор может… «Как дела?» – «Все нормально. Слава Богу!» То есть послание, что есть опасность. «Мне вчера приснился плохой сон. Было ужасно. Я думал, ты умер где-то». Или звонки все время с проверками. «Что ты сейчас делаешь? Что он сейчас делает?» «Все нормально. Я просто волнуюсь за тебя». Это послание, что ты в опасной ситуации. И алиенатору нужно быть очень бдительным. Нужно волноваться, что происходит. Старшие дети могут заводить младших. Напоминать, что… «Я скажу маме, что ты любезничал с папой. Ненавижу тебя, папа, ненавижу». Так ребенок защищается от доноса алиенатору, что он любезничал. Поведение во время визитов, в тяжелом случае они саботируют все, устраивают поджоги, уничтожают вещи, что угодно, чтобы огорчить жертву. Связь с алиенатором. В легком случае связь обычно сильная и здоровая. В среднем случае сильная и слегка или среднепатологическая, но все равно довольно сильная. В тяжелом случае связь обычно нездоровая, очень сильная патологическая связь. Иногда ее называют термином, введенным в психиатрию в 19 веке. Сумасшествие вдвоем. Обычно означает расстройство, при котором больной человек, который доминирует, индуцирует в более пассивном, зависимом человеке такое же психиатрическое расстройство, которое есть у доминирующего. Такое, которым слабый человек бы не страдал, если бы не был втянут в это расстройство доминирующим человеком. ПАС является примером, и диагноз из DSM-4, совместное психическое расстройство, применим здесь. В судах, поскольку ПАС все еще не входит в DSM-4, возникают проблемы. Скоро они исчезнут, но это проблема. В вашей папке, где моя? Господин Линда говорил про эти документы, но я хочу сказать подробнее для тех из вас, кто занимается судебными делами с ПАС. Когда адвокат другой страны говорит, что ПАС не существует, так как его нет в DSM-4, это как в 1981 году сказать, что СПИДа нет, так как его нет в учебниках. Требуется несколько лет. DSM-4 требует наличия книг, статей в аттестованных журналах и прочего, чтобы внести в список. Члены DSM снова будут встречаться в 2000 году. Следующий DSM, вероятно, будет в 2004 году. В 1991-1992 годах, когда готовился DSM-4, еще не было достаточно статей и литературы, чтобы я мог обратиться в DSM и получить серьезное внимание. В 2000 году все будет иначе, потому что список литературы обновляется на моем сайте практически ежедневно. Для обновления юридических вопросов, для тех, кто скажет, что ПАС не существует, я дам адрес через минуту. Вот здесь статьи о ПАС в аттестованных журналах. Первые страницы посвящены обычной критике. Его не существует, нет DSM-4 и так далее. Все эти аргументы в этих материалах. Дальше мои статьи о ПАС в аттестованных журналах. Потом серия статей других авторов, в основном о ПАС. Термин встречается в заголовках и текстах, потом по той же теме, но без упоминания термина. В другом документе цитаты и судебные решения США и Европы, где ПАС признавался судом. Это очень важно. Еще документ об обвинениях в сексуальном абьюзе и аттестованных материалах. Когда я закончу, у нас будет короткий перерыв. Потом я весь ваш для сэндвичей, то есть для вопросов после сэндвичей, сэндвичей тоже. Я сегодня особо не ел, так что такая оговорка. Дальнейшие критерии для определения. Связь с отчужденным родителем. Обычно сильная, здоровая или минимально патологическая. То же самое в среднем случае, то же самое в тяжелом. Этот человек не заслуживает, чтобы к нему так относились. Есть здоровая связь. Вот такие три типа. Сейчас я скажу о своей теории ПАС. Почему он появился в 90-х годах? Почему его не было 20 лет и что случилось? Вот что я думаю. Я практиковал с начала 60-х. В клинической практике по разным случаям. Вот что случилось по-моему. До конца 60-х, начала 70-х суды обычно использовали, как это называется, презумпцию нежного возраста, как основу для решений по детям. Основное допущение было, что мать, как воспитатель, генетически и биологически лучше отца. До 60-х, 70-х единственная надежда отца получить детей была предоставить убедительные доказательства суду, что у матери серьезные недостатки, что она наркоманка, алкоголичка, беспорядочные половые отношения до того, что приводит мужчин к себе. В конце 60-х, начале 70-х мужчины сказали «Эй, стоп! Стоп, стоп, стоп! Нас все время называют мужскими шоунистическими свиньями, но презумпция нежного возраста по своей природе – сексизм. Почему женщина только на основании своего пола считается преимущественным родителем? Это сексизм. Это все нужно пересмотреть. И сдвиг произошел. Случилось то, что называется презумпцией интересов ребенка. Она заменила презумпцию нежного возраста. Презумпция интересов ребенка не говорит ни о чем. Абсолютно бесполезные слова. Этим флагом машут все – мать, отец, адвокаты, судьи, суды высших инстанций. К этому апеллируют все – интересы ребенка. Никто не говорит «Я ненавижу детей, и я против их интересов». К ним можно добавить колясочников и вообще больных. Так что все за интересы ребенка. Ни о чем не говорит. Звучит самодовольно, информации вообще не дает. Так что случилось, с этим сдвигом суды согласились, и шансы у мужчин выросли. Так как пол больше не учитывался. Только качество как родителя. Возникает спор в суде. У мужчины больше шансов. Ставки у женщин выросли. И тогда началось программирование. А потом и мужчины научились, так что теперь все программируют. Вопрос в том, если программируют оба, почему ребенок должен переходить к матери, а не к отцу. И мой ответ на это – потому что ребенок теснее и сильнее связан с матерью. Чаще она в основном осуществляет уход, дети привязаны к ней и переходят к матери, чтобы сохранить эту связь при угрозе судебного разбирательства. В тех случаях, где отец был предпочтительным родителем, иногда дети сильнее связаны с ним. Либо он смог пересилить мать таким фактором, как власть денег. У него есть бассейн, у матери нет. Он нанимает более дорогих эффективных адвокатов, а мать в более слабой финансовой позиции. Вот так пересиливает связь матери. И его компания побеждает. Введение концепции общего родительства, совместного родительства. Что это за дела? Один родитель основной, другой вторичный, прожигание горючего часами на выходных. Общее родительство, совместное родительство, равное время. У меня еще сильнее ослабило позицию матери и усилило необходимость программирования. У меня это вызывает женщинам скорее жалость, чем презрение. Их обманул ошибочный эгалитарианизм. Если бы женщины пришли ко мне, а они не пришли, в начале 70-х, и спросили мое мнение о новом эгалитарианизме, я бы вот что сказал. Есть различия. Не все одинаково. Рак яичников чаще бывает у женщин, чем у мужчин. Рак яичек чаще бывает у мужчин, чем у женщин. Рак груди бывает чаще у женщин. Говорить нужно вот что. Мы говорим здесь о связи. В этом вопрос. Связь. Родитель, с которым ребенок теснее связан, ему нужно давать ребенка в первую очередь при споре. В результате должен быть трехступенчатый принцип. Презумпция. Презумпцию нежного возраста нужно заменить на то, что я называю презумпцией более сильной, здоровой психологической связи. Не презумпция интересов ребенка, который не дает информации. Сильная, здоровая психологическая связь. Это три ступени. Ступень первая. Преимущество без учета пола должно даваться тому родителю, у которого более сильная, здоровая, не патологическая, здоровая психологическая связь. Ступень вторая. Родитель, без учета пола, который осуществлял основную заботу в первые годы жизни ребенка, более вероятно имеет сильную, здоровую психологическую связь. Ступень три. Чем больше времени прошло с ранних лет до момента оценки, тем вероятнее, что другие факторы могут сдвинуть баланс в любом направлении. Если бы такая презумпция появилась в конце 70-х, в начале 80-х, я бы не стоял здесь и не говорил о ПАС. Это заболевание можно предотвращать, как и любое заболевание, для которого есть вакцина, как полиомерит. Это предотвратимо, если бы был такой принцип. Мы можем это развернуть, остановить эпидемию, если будем пользоваться таким принципом. Что касается второй стороны листа. Лечение. Обратите внимание, я использую термин «дифференциальное лечение» трех типов синдрома отчуждения родителя. Дифференциальное означает, что есть различные лечения для каждого из трех типов. Опять же, не могу не подчеркнуть, без правильного диагноза нельзя назначить правильное лечение. Юридические подходы и психотерапевтические подходы. Юридические идут впереди не случайно, потому что они важнее психологических. В легком случае, как помним, расстройство появляется, потому что мать или алиенатор боится потерять ребенка и программирует. Если суд решит, что ребенок останется с алиенатором, с которым все равно у ребенка связь сильнее, то расстройство исчезает в большинстве случаев. Нет нужды в программировании, нет нужды в компании ребенка, если он остается родителем алиенатором, обычной матерью, и все. И обычной терапией не назначается. Средний случай. Теперь все усложняется. План А и план Б. План А. Суд решает, что ребенок остается у родителя алиенатора. Вторая часть. Суд назначает терапевта. Опас. Звездочка. Как описано в моей книге. Это не случай для обычного терапевта. Это не та ситуация, где работает традиционный подход, где мистер и миссис – хорошие люди. Это одна из самых больших проблем с психиатрами, психологами и соцработниками, увлеченными в терапию. Инсайт, нежность, симпатия, эмпатия – им нет места в лечении ПАС. Почти нет. Я мистер хороший человек. Я психоаналитик. Я симпатизирую и понимаю нежно и терпеливо и все такое. Я занимался этим много лет и продолжаю заниматься. Хорошо. Это хорошее лекарство для людей с широким набором психиатрических расстройств. Но вы бы не пошли к доктору, который всем пациентам дает одно лекарство. Что-то странное, что-то не так. Некоторым людям нужно одно лечение, другим другое. Здесь нужен терапевт практичный, умеющий работать авторитарно даже с диктаторскими процедурами, у которого есть власть, данная судом. Он назначен судом. И надеюсь, суд поделится своей властью с терапевтом, чтобы изменять, расширять или сужать свидания, чтобы защитить детей от индоктринации, у которого есть власть прекращать телефонное общение, чтобы снизить возможность индоктринации, который нормально себя чувствует в такой роли, который может командовать при необходимости, который не будет нейтральным, не боится задевать. Здесь это нужно, хотя в обычной другой терапии так не делается. Проблема, одна из проблем – достать такого терапевта. На данный момент я давал показания примерно в 30 штатах США и в некоторых провинциях здесь. И часто в конце меня просят – пожалуйста, помогите найти терапевта здесь. Это очень тяжело. Трудно, поскольку, скажем, больше и больше людей знают об этом. Так что я говорю с кем-то по телефону – так и так. Человек хочет участвовать в деле. Да, я подхожу. А месяц спустя я слышал, что нет, ничего не происходит. Угроз нет. А терапия должна быть с угрозами. Если дети не будут в этом кабинете в 5 часов, то наутро будет письмо судья. Я рекомендую передать детей санкции и прочее. Если вам некомфортно с этим, то нельзя заниматься терапией ПАС. Это настоящая проблема. Номер три – санкции. Это вторая проблема. Суды. Суды, к сожалению, очень неохотно наказывают этих матерей. Я говорю суду – используйте те же принципы, какие вы применяете к отцам-неплательщикам. Те же принципы, в точности. Лишать семью денег – это форма абьюза. И индуцировать ПАС в ребенке – форма абьюза. Связь может быть уничтожена навсегда, на всю жизнь. Все эти предложения подождать, пока ребенок поймет и придет – фигня, так не бывает. Такого никогда не видел. Нельзя выбросить время между восемью и восемнадцатью годами, а потом вдруг – ой! Я понял, что мама меня обманывала. Да, ты мой отец. Почему? Помнишь, ты сводил меня в цирк? Сколько из этого можно извлечь через десять лет? Отношения строятся на фундаменте, а у вас ничего нет. Мы как незнакомцы. Это как встреча выпускников. Двадцать пять лет после выпуска. Привет, я тебя помню и тебя. Пять минут спустя разговор закончен. Вы на разных путях. Где ты был? Вот так. Так что нужно иметь зубы. Суд должен уметь сказать алиенатору – если не прекратите, будут санкции. Какие? Можно штрафовать, но это сложно, так как дети, скорее всего, пострадают. Домашний арест – отличное изобретение. Бывает, назначают мужчинам на выходные. Вы должны вернуться домой в пятницу в пять тридцать и оставаться там до утра понедельника. Это первый уровень. Если есть нарушение, то возможно повышение. Могут быть случайные телефонные проверки. Все двадцать четыре часа. Если нарушение, можно надеть электронный браслет, который связан с полицией, и вы должны оставаться дома. Домашний арест. Или день-два в тюрьме. В Калифорнии есть судья, который сам мне сказал – я могу вылечить пас два дня в тюрьме и все. Два дня в тюрьме лечат пас лучше любого профессора психиатрии. Без вопросов. Был случай в Колорадо. Там в тюрьму поместили восьмилетнего ребенка. И это вылечило его пас. Если не хочешь в тюрьму, то идешь к своему… Я это не рекомендую, но принцип – 13-14-летние за мелкие преступления помещают в подростковые тюрьмы. Вот туда и помещают ребенка на день-два. Я считаю, это работающее лечение. Его можно рассматривать. Вы имеете дело с опасной ситуацией. И она становится хуже и хуже. Домашний арест – потом заключение. Проблема – одна из наибольших проблем. Убедить суды, что нужно быть жестче с эндокринаторами. Что терапия и фигня пия не работают. Она перерекламирована. Я психиатр, я терапевт. Все время этим занимаюсь. У меня две специализации – детская психиатрия и психоанализ. Я работал на факультетах в разных местах. Я много знаю о терапии. И также знаю, что многое в ней – фигня. И 90-95% врачей больше вредят пациентам, чем помогают. Она перерекламирована. Но судам легко. Назначили терапию – судья сделал свою работу. Терапию назначили – руки умыли. Предполагается, что терапия все излечит. Так не бывает. Посмотрите на последствия. Терапия – именно то, что нужно алиенатору. Это много времени. Два-три года спустя ничего не меняется – снова идти в суд. Терапия не сработала. Пробуем новую оценку. Пробуем нового терапевта. В того моменту детям 14, 15, 16 – и все, конец. Так, дальше. План Б. Иногда нужен в среднем случае. Суд назначает передачу детей отчужденному родителю. Нынешний родитель отказывается работать вместе. Пас слишком сильно внедрен в окружение. Ничего не происходит. Угрозы санкциями не работают. Тогда ребенка передают. Можно в среднем случае. У нового ребенка будут свидания. От индоктринации его нужно избавить. Номер два – сильно ограниченные свидания с алиенатором. Под надзором, чтобы не допускать индоктринации. Что касается терапевтического подхода. План А – самый частый – лечение у терапевта по ПАС. Программа может быть такой. Алиенатор должен привести детей в кабинет терапевта к 3.30 в пятницу. Совместный прием алиенатора с детьми – на полчаса. Потом алиенатор должен уйти. Не в комнату ожидания, не на парковку. Идете домой или уходите на Х миль. Если вас видят ближе, нарушение ордера – санкции. Потому что дети не будут свободны, зная, что алиенатор в соседней комнате, в комнате ожидания или на парковке. Полчаса с детьми. Потом отчужденный присоединяется на полчаса. Вы разговариваете, плюс физическое присутствие вместе. Потом они вместе идут домой. Вот так. Часть Б. Иногда требуется. Мониторинг и переходная программа. Переходная программа ужесточается в тяжелых случаях. Юридический подход в тяжелых случаях – передача детей отчужденному по приказу суда в большинстве таких случаев. Это примерно 5-10% случаев, которые я встречал. Большинство случаев – средние и тяжелые. Но это примерно к 50% тяжелых. И там, пока дети остаются в доме алиенатора – все, можно забыть. Это рак в терминальной стадии. Метастазы по всему телу. Ничего уже не будет. И если суд скажет, мы не можем передать ребенка отчужденному родителю, тогда сделать ничего нельзя, вы позволили ребенку сгнить и умереть. Будет только так. Ребенка нужно передать. И должно быть промежуточное место. Сейчас есть дело в Квинс, которое, надеюсь, будет прорывным. Там судья забрал ребенка. Это в Квинс, Нью-Йорк. Забрал ребенка из дома матери алиенатора и поместил сначала временно в приемную семью, потом, по плану, в дом тети. Мать ограничили в визитах. Отец посещал этот временный дом. Мать – нет. Случай был во всех газетах. Шоу «Сегодня» позвонило мне, я записал ролик для шоу. Дело будет рассматриваться, как говорят, 24 августа в Нью-Йорке. И тогда будет выпуск шоу «Сегодня». Я за то, чтобы они это сделали, так как это редкость. Двухчасовой интервью сжали в 30 секунд, но в любом случае это привлечет международное внимание к данному делу, где судья сделал то, что было необходимо. Люди визжат, вы забрали ребенка у матери, поместили в приемный дом, а у него два родителя. Должен быть прецедент. Это должно стать более приемлемо в тяжелых случаях. Программа переходного места. Эта тема развернута, а время сейчас не позволяет. В книге о ПАС она развернута. Разные типы ограниченных сред, контроль, мониторинг альвинатора для защиты детей от эндоктринации. И также переходное место под надзором терапевта. Хорошо. Вот, в основном, ключевые слова по моей презентации о ПАС. Знаю, у вас есть вопросы, но, как я сказал, надо будет много времени на вопросы. Я хочу перейти ко второй презентации об обычном абьюзе и различии между ним и ПАС. Вот что происходит в последние годы. Абьюзеры говорят, я не абьюзер. Это чаще мужчин, чем женщины. Это она индуцирует ПАС в детях, а я отец года. Детей никто не трогает. Так что новая проблема, новый виток последние годы. Как различить? Я дам вам классический случай в чистом виде. Реальная жизнь часто гораздо сложнее. Будет смешение явлений. В новой книге у меня целая глава по развлечению ПАС и обычного абьюза. Вот что я делаю. Я разделяю доводы на четыре категории. Сначала про детей, потом про родителей. Что касается детей. Нужно оценить детей по признакам ПАС. Есть ли у них симптомы ПАС? 8 симптомов, которые я описал для детей. Дети ПАС сильно отличаются от пострадавших детей. У пострадавших детей другие симптомы. Это другое заболевание, другой набор симптомов. Дети различаются. Но нужно провести оценку, чтобы понять, что с ними. Итак, когда я использую термин «абьюз», в основном я имею в виду физический абьюз и эмоциональный абьюз, психологический абьюз. Я не имею в виду сексуальный абьюз. Это другая категория, у которой свой набор симптомов. Я имею в виду родителей страшных, грозных, нависающих, запугивающих. И все это включает физический и эмоциональный абьюз. Итак, самые общие признаки абьюза. Физического абьюза и эмоционального абьюза. Поглощенность травмой. У вас травма. Вас бьют 3-4 раза в неделю. Вы сидите и оцениваете. Нужно идти домой, и вы боитесь, что вас снова будут бить и унижать. Это травматический опыт. Он поглощает. У детей спас этих симптомов нет. Опять же, я говорю про чистый случай. Некоторые из этих симптомов есть при СПТР, синдром посттравматического расстройства. Это травмированные дети. Эпизодические переживания заново и воспоминания. Если ребенок идет по улице и видит кого-то похожего на абьюзера, вдруг сильная эмоциональная реакция, и он начинает заново переживать опыт. Как ветерана Вьетнама. Идет в кино и видит сцену боя там. Диссоциация. В это не хочу углубляться, это сложная вещь, но главное – это вспышка в мозгу, и вы теряете восприятие. Деперсонализация. Использование игры. Деосенсуализация и фантазии. Игра, чтобы переработать травмы. Пример. Умирает родитель ребенка. Отец вдруг умер 38 лет от сердечного приступа. Все уходят в себя. Дети приходят с похорон и играют в похороны. Мать говорит – играешь в похороны? Что это за игра играть в похороны? Они диссоциализируются от травмы. Это называется «игра», потому что мы такой ярлык вешаем. На самом деле это диссоциализация через проживание заново. Переработку, принятие, подчинение. И мы делаем так с любой травмой, даже несчастным случаем. Мозг наполненным, вы поглощены, одержимы. Каждый друг, которому вы звоните, с которым говорите, вы говорите об этом. И также со смертью. Время проходит – вы возвращаетесь в обычный мир. И так игра используется для переработки травмы. Механизм преодоления диссоциализации. Приходит полиция, выкидывает его в окно, электрический стул и прочее. Сны о травме – не просто ночной кошмар, а сны, которые непосредственно относятся к травме, показывают ее или близкое по символизму. Не просто какая-то странная классическая интерпретация по Фрейду, а переработка травмы. Любая травма – она снится. Есть ветераны Вьетнама – 35 лет спустя они все еще не могут спать ночью, видят сны о Вьетнаме. Страх людей, которые напоминают абьюзера. То есть вы обобщаете. Гипердительность – резкая реакция. Вы вздрагиваете, оглядываетесь, любой звук и тревога. Вы думаете об этом. Убежается человек, вы дергаетесь. Дергаетесь – важный признак абьюза. Убегаете из дома, из места абьюза. Пессимизм о будущем. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Не знаю, не думаю, что я столько проживу. У них депрессия, пессимизм о будущем. Это портрет яркого классического ребенка с травмой – физической, эмоциональной. Они замкнутые, нет удовольствия от жизни. Это яркий случай. Когда идете к доктору, говорите, что боли в груди. Он осматривает вас, проводит анализы, кардиограммы или что там. Он изучил в мединституте, как выглядит классическая картина для многих разновидностей заболеваний сердца. По мере оценки и получения данных, он думает, как вы соотноситесь с заболеваниями X, Y, Z. Какое более вероятно. Потом диагноз. Вот такой это наиболее вероятно. Потом дифференциальный диагноз. Исключение других заболеваний, которые можно рассмотреть, которые похожи. Так что вы сравниваете с классическим случаем. Потом понимаете, что реальный мир не настолько чист, но у вас есть руководство. Это чистый случай. Если у вас ребенок в такой семье, где мать говорит «Он абьюзер», а отец говорит «Я не абьюзер», она индуцирует ПАС, вы смотрите на ребенка и оцениваете, что более вероятно – А или Б. А или Б. Теперь переходим к родителям и сравниваем родителей в ситуации ПАС, алиенатор и отчужденный, и ситуации абьюза, полной классической ситуации, и смотрим, как данная семья подходит под эти модели. Сотрудничество со специалистом. Обычно в ситуации ПАС индуктор не сотрудничает. Рассержен, что суд назначил стороннего специалиста, сопротивляется до последнего, в то время как жертва дождаться не может, когда попасть в кабинет специалисту, назначенному судом, или эксперту, который встретится со всеми. Контраст с ситуацией абьюза – абьюзер будет избегать и не сотрудничать с таким назначенным, чтобы абьюз не вскрылся, а жертва абьюза, родитель жертва, будет радоваться такому назначенному. Это дает информацию, есть ли абьюз в ситуации или ПАС. Этот принцип очень важен в случае отдельной семьи для решения, есть абьюз или нет. Степень доверия родителю – еще одна дифференциальная характеристика. Индуктор часто лжец, и вы встретите обман, сознательную намеренную ложь в индукринации. Вы знаете, что чего-то не было. Да, когда он был в колледже, он курил марихуану три раза для отдыха и чтобы попробовать. Теперь он злоупотребляет наркозиками. Я это знаю, что это не так. Давай я пошутим над папой, – говорит мама семилетки. – Пойдем в полицейский участок, скажешь, что папа играл с твоим пенисом. Будет смешная шутка. Это реальная история. Уничтожила жизнь мужчины. Приехала группа захвата – ему конец. Это сознательный и намеренный обман. Есть древний римский юридический принцип – falsus in uno, falsus in omnibus – ложь в одном, ложь во всем. Если поймаете ложь, не мелкую и невинную, типа женщины, которая уменьшает возраст на пару лет. Я говорю не об этом. Я говорю о лжи, которой есть сознательный и намеренный обман. Если встретите это в одном месте, встретите и в другом. Так что индоктринаторы обычно будут лгать не только в программировании, а абьюзеры – обычно лжецы, отрицатели и покрыватели. Если провести массовое статистическое исследование, 85-90% индоктринаторов пас – лжецы и психопатично. Из абьюзеров – 85-90% лжецы. Так что статистика из литературы не поможет. Но в конкретной семье… забудьте о статистике. В конкретной семье кто лжец? И тот, кто лжец, более вероятен, как индоктринатор пас или абьюзер. Это очень важный принцип. Адвокаты всегда говорят – покажите в литературе то, покажите это. Я нахожу статью, которая говорит это, и другую, которая говорит это. Забудьте об этом. Давайте о конкретной семье. Я очень редко ссылаюсь на научную литературу, которая, как считается, проясняет все в суде. Но это неверное использование психологии. Мы говорим не о химии, физике и математике. Нужны более убедительные доказательства. Так. Ищем программирование. В пас программирование должно быть постоянным, чтобы убедиться, что индоктринации не навредили. Это постоянный процесс, потому что дети забивают свои роли, и им нужно напоминать, поскольку многого просто не было. Так что на общих сессиях вы видите косые взгляды, и ребенок опирается на программатора, чтобы история не противоречила. Контраст. В случае абьюза детям не нужно напоминать, что они испытали абьюз. Это не нужны подсказки, не нужно переглядываться, скажем, с матерью, которая утверждает, что был абьюз. И детям не нужно переглядываться. Это еще один дифференциальный критерий. В совместном интервью. Это только один пример, почему при правильной оценке должны быть совместные интервью. Я здесь пробыл, я прибыл во вторник днем, я работаю по делу. Большинство моих интервью совместные. Это лучший, самый эффективный способ получения информации. Теперь, гиперзащита и маневры по исключению со стороны индукцинатора. Длинная история гиперзащиты и маневров по исключению. Абьюзеры обычно не занимаются гиперзащитой, ровно наоборот. И они не занимаются маневрами по исключению. Это еще один дифференциальный критерий. Понимание важности другого родителя в воспитании ребенка. Когда у вас пас, индукцинатор в среднем, и точно в тяжелом случае, если бы индукцинатор мог пожелать, то пожелал бы, чтобы отчужденный выплатил деньги и испарился с леса земли, совершил самоубийство, был кремирован, прах высыпан в реку. Но выплаты пусть останутся. Вот чего хочет индукцинатор. Контраст. Родитель, обвиняющий в абьюзе, признает, что это отец. И хоть присутствует абьюз, есть надежда на перемены. Нам нужны деньги, и нам нужен он сам. Лучше не заниматься этим одной. Есть стыд, что всем станет известно. Со всеми его проблемами он все равно отец. Все равно предан семье, несмотря на абьюз. Предан больше, чем остальные 5,3 миллиарда людей на планете. Так что все равно есть понимание роли абьюзера в жизни семьи. И даже в жизни самой жены, которая сама могла пострадать от абьюза. Это важный дифференциальный критерий. Психопатическое поведение. Эксплуатация без чувства вины, без симпатии, без эмпатии. Есть психопатичные индукторы ПАС, есть психопатичные абьюзеры. Если взять литературу по этой теме, 70-80% людей из обеих категорий подходят. Так что пользы нет. В конкретной семье кто психопат? Кто психопатичен? Абьюзер может быть очень психопатичен. Не имеет сочувствия, симпатии, эмпатии. Вот такая строчка. Сравнение членов семей жертв. При ПАС родитель-индоктринатор обычно говорит, я развожусь с ним из-за проблем X, Y, Z. Этот человек делал то-то по отношению к этим детям, но это отдельный список претензий. Он сделал по отношению ко мне X, Y, Z. Он играл в азартные игры, пил, гулял. В случае абьюза, абьюз идет через поколения. Сначала он бил меня, потом детям стало по 3-4-5 лет. Он начал бить их, может и раньше. В случае ПАС с ним все было нормально, вплоть до дня, когда дети узнали о разъезде. Тогда он вдруг стал ужасным отцом, отцом, ненавидеть которого у детей есть все причины. Так что возвращаемся назад и смотрим. Когда начались жалобы? Если они начались вскоре после начала процесса, это свидетельствует скорее о ПАС. А если это постоянные жалобы и жертвы страдали все эти годы, то это в пользу абьюза. Посмотрите на историю семьи. Абьюз обычно идет через поколения. У абьюзера обычно родители. Абьюзер-отец обычно имел отца абьюзера по отношению к матери, дяди, тети, дедушки и прародители. И так, насколько известно прошлое. Это модус ювенди семьи. Когда кто-то расстроил, ты его избиваешь и никак иначе. Женщины могут думать, что так устроена жизнь, что так делают все, такое восприятие. Так что есть семейная история абьюза. Припас мужчины-жертва обычно не имеет истории абьюза и абьюза других. Сравните беспокойство за физическое существование семьи. Жертва ПАС обычно труженик, дает деньги и беспокоится о поддержке семьи. Контраст. Абьюзер обычно имеет другие приоритеты. Выпивка, азартные игры, гульба не волнуются за семью особо. Это отношение заботы о себе, противоположное жертвенному, как классической жертве ПАС. В целом враждебная личность. Жертва ПАС обычно не враждебна. Не бьет, мебель не ломает, не вступает быстро в драки с людьми, не враждует физически на работе, не имеет арестов за подобное. У абьюзера такое будет. Паранойя. Паранойя бывает в тяжелых случаях ПАС. Паранойя бывает и при абьюзе. Они очень злые люди, избивают людей. Если что против них, избивают в семье. Статистика не поможет. Но в конкретной семье выясните, кто более параноидален. Не пользуйтесь ММПА. При длительных тяжбах все становится немного параноиками. Плохой критерий. Также все становится немного психопатами. Против тебя замышляют, тебе говорят, используют разные темные маневры. После пары лет тяжбы степени растут. Но нужно использовать более здравые клинические критерии. В новой книге у меня есть глава. Называется «Истерия, паранойя и психопатия». Целая глава. Нельзя правильно понять ПАС, если нет глубокого понимания истерии, паранойи и психопатии. Потому что они играют в нем глубокую роль. Ну что, я говорил около полутора часов, так? Наша программа, берем сэндвичи, перерыв 15 минут, еда здесь, а потом… Кстати, пожалуйста, я знаю, что у вас есть вопросы, с радостью отвечу. Пожалуйста, не задавайте вопросов о вашем деле, о личной ситуации. Очевидно, я не смогу рассудить ее. Задавайте общие вопросы по теме, с удовольствием отвечу. Спасибо. 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 Спасибо.